Владимир Сергеевич, еще раз добрый день. Пожалуйста, приходите. Расскажите о себе, о вашей трудовой деятельности. Мы знаем, что вы активно принимаете участие в конкурсах на замещение глав администрации. Хотелось бы узнать перспективы развития городского округа Ялты. Ваше видение перспективы, пожалуйста. Хочу еще раз напомнить, регламент 20 минут. Да, конечно, Владимир Николаевич, у меня уже большой опыт участия в конкурсах, так что, что такое рекламент, я знаю и с уважением отношусь к работе конкурсной комиссии. Итак, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые члены конкурсной комиссии, меня зовут Владимир Сергеевич Кокинос, мне 42 года. Моя фамилия имеет грешеское происхождение. И сегодня, уже в пятый раз за минувшие 7 месяцев, я участвую в конкурсах на замещение должности главы администрации. Более подробно я об этом скажу немножко попозже, но с вашего позволения сейчас расскажу о себе. Крым является моей исторической родиной. Здесь жили мой прадед, дед, отец. Ввиду греческого происхождения, дед и отец в 1944 году были вынуждены покинуть Крым, и поэтому я родился в Средней Азии, в частности в Казахстане, в сельской местности. В 1991 году закончил золотую медалью в среднюю школу и уехал на учебу в Самару. В 1996 году закончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию, получил специальность промышленное и гражданское строительство. В 2009 году прошел переподготовку по специальности менеджмент в Самарском государственном экономическом университете в рамках федеральной президентской программы подготовки управленческих кадров. В 2010 году в рамках данной программы прошел месячную стажировку в Германии на лидирующих предприятиях, таких как Люфганза, БМВ и других. Имею обширный управленческий опыт. Ранее являлся директором четырех компаний, каждая из которых была организована с нуля, развита, выведена на стабильный конкурентный уровень. После присоединения Крыма к Российской Федерации принял решение вернуться на историческую родину, вернуться всерьез и насовсем. В марте 2016 года решением Первомайского районного совета был назначен на должность директора главного редактора Первомайской районной газеты «Крым вперед». Представлю вашему вниманию, это наша районная газета. Прошу обратить внимание, уважаемые члены конкурсной комиссии, то, что название газеты, оно целиком и полностью, полностью отражает мою жизненную доктрину и профессиональную позицию. Первое, что я сделал, приступив к работе на данной должности, организовал в выпуске районной газеты цветном исполнении. Впервые за 81 год ее существования. И благодаря этому сотни людей смогли увидеть себя на страницах, на цветных фотографиях. Также мной выстроено безукоризмное взаимодействие с местными органами власти и всеми государственными структурами. Еженедельно присутствую на совещаниях, проводимых главой муниципального образования, а также на аппаратных совещаниях в администрации Первомайского района. Хорошо изучил специфику работы данных органов. Три месяца назад в целях развития экономических взаимоотношений между Республикой Крым и Самарской областью проявил инициативу и обратился к губернатору Самарской области с просьбой рассмотреть вопрос организации в Симферополе выставки промышленного потенциала Самарской области. Инициатива была поддержана губернатором Самарской области и данная выставка запланирована на следующий год. Резюмируя сказанное, должен заметить, что занимаясь медийным пространством в Крыму, пришел к твердому убеждению, что на сегодняшний день в Республике Крым необходимы новые управленческие кадры с современным мировоззрением и большим стремлением к развитию региона. С момента своего возвращения в 2015 году из Самары на историческую родину в Крым имею огромное стремление заниматься развитием Крыма на высоком уровне. Однако никаких значительных рычагов для этой деятельности у меня нет. Между тем, я имею огромное стремление принести пользу Крыму, поэтому активно принимаю участие в конкурсах. 31 марта я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района, выиграл действующий первый заместитель главы. 22 июня я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации города Краснопереговска, выиграл действующий депутат Горсовета. 27 сентября я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Джанкойского района, выиграл действующий первый заместитель главы. И 5 октября участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Кировского района, выиграла глава администрации местного сельского поселения. Сегодня я участвую в конкурсе здесь. Отдаю себе отчет, что и в данном конкурсе мне не удастся победить и даже войти в число двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Тем не менее, хочу обратиться к будущему главе администрации городского округа Ялта и Республики Крым и депутатам Гурсовета с просьбой принять меня на должность первого заместителя или заместителя главы администрации. Уверен, что совместная работа даст большой синергетический эффект и это принесет пользу и городскому округу, и Республике Крым, и Российской Федерации в частности. Теперь о моем видении развития города Ялты. Будет проведен полный анализ динамики социально-экономического развития Ялты, произведена оценка деятельности администрации, на основании которых будут приняты соответствующие и, позволю отметить, эффективные меры. Будет проанализирована деятельность Департамента имущественных и земельных отношений, выяснена, насколько разработана нормативная база, позволяющая прозрачно переоформлять и заключать договоры о ренде, в частности, на размещение нестационарных торговых объектов. Полный порядок в деятельности данного Департамента обеспечит дополнительные вливания в доходную часть бюджета. Далее будут проанализированы существующие инвестиционные площадки, а также создаваться новые. Мне удалось заручиться поддержкой одного из самых успешных в плане инвестиций регионов Российской Федерации, Калужской области, которая гарантировала свою поддержку информационную, то есть они поделятся опытом и помогут правильно и эффективно выстраивать взаимоотношения с инвесторами. Также будет проведена всесторонняя и кропотливая работа по вопросу увеличения налоговых поступлений в бюджет. Это совместная деятельность и администрации, и ФНС, и АБЭП. Но благодаря этой работе возрастет объем налоговых поступлений в бюджет, и появится возможность решать другие, не менее важные задачи. С целью повышения безопасности дорожного движения необходимо изыскать средства и установить на основных дорогах дополнительные светофоры, а также камеры, фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения, которые, как показывает практика, окупаются в среднем уже через год, а далее начинают приносить стабильные поступления в бюджет. Какую-то значительную роль сыграть на повышение уровня безопасности дорожного движения, как показывает практика, это не всегда получается. Но стабильное поступление в бюджет, а это достаточно важно, как бы камеры видео фиксации, они гарантируют. Кроме этого, нужно активно работать с населением, потому что главная задача не только слышать людей, не только слушать, но и слушать, и решать их проблемы. Потому что любой вопрос может быть решен в минимальные сроки. Более того, он не то, что может, он должен быть решен. И это главная задача администрации. Кроме этого, считаю, что нужно внимательно заниматься молодежью, особенно школьниками. В числе прочего, необходимо не допустить посещения подростками развлекательных заведений, в котором реализуется алкогольная продукция. Активной части молодежи необходимо выделить помещение, хотя бы в администрации или еще где-то в зданиях муниципальной собственности, в котором молодежь будет собираться, вести обсуждение, формулировать свои идеи по развитию города. Должен быть создан информационный портал, на котором граждане будут сообщать о всех городских проблемах и вопросах, на которые они хотят обратить особое внимание администрации города. Проблем много, они все известны, и их обязательно нужно решать. Чтобы представить их масштаб, достаточно лишь процитировать всего пятерых жителей города Ялты. В частности, Маргарита Филатова отметила, что отсутствует парковки, много лиц без определенного места жительства. Плохая работа коммунальных служб, нет парк-аттракционов, на всех пляжах должны быть спасатели. Ирма Казакова заметила, что нужно убрать мусор и увеличить количество урон. Необходимо создавать и организовать работу общественных туалетов, чтобы их было много и они работали круглогодично. Парковки и стоянки. Касательно этого вопроса Ирма Казакова заметила, что знаки стоянка запрещена и высокие цены на парковки – это не выход и не приносит того, что от них, в общем-то, хотят. Далее. Ирина Горбунова, тоже жительница Ялты. Она заметила, что необходимо создать хотя бы один современный парк в Ялте, возродить заброшенный массандровский парк на Спартаке с фигурками ее детства. То есть она так называет его. Далее она задает вопрос. Неужели нельзя облагородить город? У нас, кроме Никитинского платного парка, ничего нет. Евгений Силантьев, тоже житель Ялты. Он считает, что нужно поставить, наконец-то, светофоры на дорогах. То есть отмечает, что их недостаточно. И я, как водитель, в принципе, с ним соглашусь на все 100%. Диана Василенко заключает список представленных мною жителей города Ялты. Она отмечает, что необходимо убрать все недострои, которые годами стоят и портят вид. Починить школу в Кореизе или предоставить другое здание. Отреставрируйте старые здания, ибо это история города. И я, Владимир Сергеевич Кокинос, подтверждаю свою готовность решать все указанные здесь проблемы, а также множество других, которые существуют. Это комплексная, интенсивная работа, которой я готов заниматься. Завершая свою речь, хочу обратиться к руководству Республики Крым, и в частности к Сергею Валерьевичу Аксенову, с просьбой дать мне возможность вывести на новый уровень своего развития любое, даже самое проблемное, муниципальное образование районного или городского масштаба, находящееся в любой точке Крыма. То есть я готов взять на себя ответственность. Я уверен, что та работа, которую я буду вести, это будет четкая, слаженная, ответственная. Она будет направлена для решения вопросов людей, и я для этого сделаю все. Я уверен, что уже через полгода будут замечены первые позитивные изменения, несмотря на все проблемы и сложности, которые есть в любом поселении. И уже через год результаты будут значительные. Я в этом убежден, я это могу сделать. Прошу меня поддержать. Уважаемые члены конкурсной комиссии, я благодарю вас за внимание и готов ответить подробно на все ваши вопросы. Владимир Сергеевич, вы в своем выступлении как-то очень так кратко рассказали о всех проблемах городского округа Ялта, их очень много. Начиная от генерального плана, санитарной уборки, транспортного сообщения. У меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, генеральный план городского округа Ялты, большой Ялты, разрабатывается. Вы можете его посмотреть на сайте города Ялты, увидеть, какие изменения, какие перспективы будут. Как вы относитесь к развитию генерального плана города Ялты? Как я отношусь к развитию генерального плана Ялты? Я ознакомился с генеральным планом Ялты. Видно, что есть какие-то запланированные определенные задачи, направленные на развитие городского округа Ялта. Однако, я уверен, что есть там и некоторые проблемы, может быть, даже много проблем. В принципе, генеральный план, его нужно дополнительно, так сказать, подвергнуть обсуждению с населением. Потому что население знает лучше всех, какая ситуация. Здесь нужно работать в этом направлении. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете по уборку всей большой Ялты, особенно в курортный период, когда к нам приезжает большое количество отдыхающих, с всей территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. И наша курортная столица должна быть самым чистым, ухоженным городом. Вот ваше видение. Как вы видите, внести порядок здесь? Я хотел бы утащить немножко. Вы меня спрашиваете, что нужно делать в период курортов? Не только курорты. Курорты – это самое главное, потому что это сфера деятельности всей большой Ялты. Мы подходим к курортному сезону, все готовятся, глава республики ставит всем задачи. И глава администрации должен понимать, каким чистым, опрятным, красивым будет город Ялта. Не только сама Ялта, а все прилегающие села и поселки. Вы изучали, сколько муниципальных компаний есть, которые смотрят за чистотой в городе. Вы знаете вообще, что есть для того, чтобы в городском округе Ялты навести порядок? Значит, на данный момент я располагаю информацией, что есть 26 населенных пунктов, из которых 2 города. Значит, дальше 2 села и оставшиеся 12 поселков городского типа. Значит, деятельность администрации в курортный сезон должна быть направлена... Ну, сделаю маленькую ремарочку. Деятельность администрации должна быть широко развернута еще до того, как курортный сезон будет начинаться. То есть, администрация должна подготовиться к тому, что будет курортный сезон. Соответственно, нужно обеспечить условия для отдыха, так сказать, туристов. Мало внимания уделяется экскурсионным каким-то маршрутам. Туристы приезжают, они не знают, куда поехать. То есть, экскурсии, в принципе, мало организованные. Также, элементарно, идут туристы, нет общественного туалета. Или мало их, не хватает. Дальше, какие-то развлекательные программы. Я понимаю, что на это, на все требуются денежные средства, но это ведь инвестиции, которые окупаются. Нужно привлечь инвесторов. Ясно. Выяснят какие-то угрозы. И на основании проведенного сводоанализа принять меры. Сильные стороны развить, со слабыми бороться. Учесть те возможности, которые имеются для развития. Ясно. И учесть угрозы. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, у кого будут вопросы, пожалуйста. Владимир Сергеевич, а назовите основные права и свободы человека и гражданина. Спасибо за вопрос. Основные права и свободы человека и гражданина, они гарантируются Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Крым. Первое незыблемое право – это право на жизнь, право на жилище, право на личную свободу, право на труд, право на получение образования среднего и по конкурсу бесплатного высшего. Право на медицинское обслуживание, право на пенсионное обеспечение. Достаточно. Очень много прав, но есть еще и обязанности. Каждый должен понимать, что его обязанность охранять окружающую среду, служить в армии, платить честные налоги. И это очень важная обязанность – платить честные налоги. Коллеги, у нас согласно регламенту осталось 4 минуты. Какие будут вопросы, пожалуйста, дальше. Да, буду быстро. Владимир Сергеевич, опишите, пожалуйста, государственное устройство Республики Крым. Государственное устройство Республики Крым представлено, так же, как и во всей Российской Федерации, тремя ветвями власти. Первое – законодательное – это Государственный совет. Второе – исполнительное – это правительство Республики Крым, он же Совет Министров. И третье – это судебная власть. Вы это имели в виду? Нет, я не это имела, это же не разделение властей, а государственное устройство. Государственное устройство Республики Крым? Да. Ну, Республика Крым состоит из города федерального значения, значит, из районов, из сельских поселений, сел. Это имели в виду? Может быть, что-то я неправильно понял вопрос? Хорошо, спасибо. Коллеги, пожалуйста, кто еще? Владимир Сергеевич, назовите порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Спасибо, Виктория Васильевна. Если возникла ситуация, что при выполнении муниципальным или государственным служащим, так сказать, возникает конфликт интересов, то муниципальный служащий должен в письменном виде сообщить своему руководителю о возникновении конфликта интересов. В соответствии с этим письменным заявлением, его работодатель, наниматель должен принять меры. Меры могут быть следующие. То есть, сторону конфликта интересов перевести из поля подчинения, скажем, в другой отдел, а задача-то другой какой-то деятельностью, либо, в принципе, доходит и до увольнения. Да, спасибо. Уважаемый Владимир Сергеевич, коллеги, согласно регламенту, время... Я бы еще ответил коротко очень. Постараюсь, не очень хочется ответить на все вопросы. Мы договорились, что мы будем действовать согласно регламенту, поэтому я вас благодарю за вашу презентацию, за ваше видение развития городского округа Ялта на перспективу. Большое спасибо. Спасибо за то, что делили время, извините, что немного не вложился. Спасибо.